Алло, да здравствуйте, да я в Орлам, делаем, хорошо. Жизнь Михаила изменилась после начала специальной военной операции. Он стал шить защитные изделия. Сейчас напошив другой одежды, времени почти не остается. Сегодня мы приехали в милитари-отелье, где шьют изделия, которые помогают успешно выполнить боевую задачу. И не только. Михаил Варламов по образованию портной закройщик. Шить любил всегда и всегда любил все военное. Служил два года в Хабаровском погранотряде. Знает нужды военных не понаслышке. Он шьет с 2002 года, а милитари-изделий с 2014. Ну прям плотно, так вот уже серьезными вещами. Какие изделия у вас лидируют в вашем производстве? Ну сейчас, в последние годы, это баллистическая защита индивидуальная. Речь о напашниках, пятиточечниках, защите шеи и плеч. Говорит, в день может изготовить один комплект баллистических пакетов. Могу сделать. Но там все зависит от конструкции. Если шея довольно-таки сложное изделие, на нее больше времени уходит. Но так полностью комплект можно за день изготовить. Что такое полностью комплект? Ну это защита шеи, защита плеч, перед, зад, бока, напашник, пятиточечник. Ну это чисто вот именно то, что пакеты делаем. А если с чехлами, то, соответственно, это уже дольше время занимает. Работа Михаила не нуждается в рекламе. Говорит, заказы получает по так называемой цыганской почте. Для изготовления пакетов используется особая ткань. Это аромидные ткани, они разного переплетения бывают. Я ее беру на передовой текстильщице, эту ткань. Мне предоставляет мерный лоскут. Она защищает от осколков. Сколько слоев нужно этой ткани, чтобы защитить тело от осколков? Ну, идеала нету, конечно. А сколько слоев? Ну, в стандарт мы делаем 18 и выше. Слои должны быть ровные и одинаковые. В противном случае получится бесполезное изделие. Вот, например, недобросовестный мастер сделал тут баллистические пакеты для пояса из кусков. Чем плохо вот такое хаотичное? А это ничем нехорошо вообще. Должно быть, все слои должны быть как бы целые. Желательно, чтобы они вообще намотать полностью, чтобы нитка была целой и без обрезания. Ну, это просто прямая модель, здесь можно было спокойно это сделать. То есть, чтобы каждый слой был целым. Вот. Я запаиваю в целлофан и зашиваю в ткань. То есть, предохраняем от намокания еще вдобавок, чтобы дольше хранилось. Если сделать все правильно, 16 слоев аромидной ткани не пропустят пулю, оставят только вмятину. Ну, вот этот пакет я делал просто для отстрела. Ребята отстреливали, это ПМ, с трех метров держат. Кроме пакетов для защиты используют бронеплиты. Вот такая киноматическая плита, бронеплита вставляется вот сюда и на спину. Также по аналогии и еще пакеты защитные, которые, по идее, должны защитить. А вот такие плиты где производятся, Михаил? Самые лучшие, как говорят все, у нас в Щелково производятся. Еще одно важное изделие – пятиточечник. Михаил также отшивает вот такие пятиточечники. Они защищают перед или зад бойца при пересечении какой-то преграды или когда он не может вести бой, прыгает в машину, в кузов. То есть вот это изделие, оно защищает именно вот такие жизненно важные места при движении именно. Пятиточечник с аромидной тканью внутри, ноу-хау Михаила. Ну, это пятиточечник мы шили с товарищем в командировку в Сирию. Это еще до начала СОО, года за два, наверное, за три мы делали его. Цвет такой, потому что в сирийских песках был, а это по окончанию командировки. Они решили проверить, как он отработает, и вот постреляли по нему. Здесь вот даже осколочек еще есть. То есть там он не пригодился, а потом решили его проверить? Ну да, мы же как бы только разработали это дело. Здесь тоже аромид присутствует. Маленькое, но такое важное изделие – чехол-наглушитель. Он делает оружие незаметным для тепловизора, особенно после выстрела. Нейтрализует так называемый дульный дым. Такая запчасть от автомата, от снайперской винтовки, которая глушит звук. Пламя гасителя, конечно, могут быть. Которые марьево убирают. Меньше заметно становится выстрел. Каждый заказ выполняется по индивидуальным меркам. Учитываются все пожелания клиента. Ой, Михаила, для чего такая штучка? Сюда что-то можно вставить? Ну, это клиент попросил, чтобы закрепить вот сюда. И для более удобного оправления надбости. Все гениальное просто. Чтобы зубами не держать. Чтобы не держать зубами и не прижимать подбородком. Михаил говорит, что всегда делает свою работу на совесть. Именно поэтому его изделия так востребованы. Если даже, допустим, у меня не хватает ткани, я лучше, ну, как бы, да, я не считаю неполноценный кусок ткани слоем. Я накладываю еще один сверху слой. То есть лучше я побольше наложу этой ткани, чем нежели будет не хватать. Есть и истории спасения. Каждый третий, так скажу, мы в таких дружеских отношениях остаемся, общаемся потом. Таких прям вот супер отзывов сказали, о, а ты мне жизнь спас, этого нету, слава богу, мне еще, ну, есть парнишка. Но все-таки были случаи, что прям вот вы точно знаете, что ваше изделие спасло жизнь? Брата целый осталось. Делая вывод, можно сказать, что чем больше защиты на бойце, тем больше шансов сохранить жизнь от осколков и от пуль. Важно, чтобы был надет бронежилет, пятиточечник, и внутри были вот такие пакеты, о которых мы сегодня рассказали. А за качество отелье Михаил Варламов вручается. Ребята могут быть уверены, что я их не обманул. А быть уверенным, что... Ну, все воля божья. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.